МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа события в студии Олег Зверев. О том, что произошло в Самаре, рассказывают наши корреспонденты. И вот главная тема выпуска. Сделка с совестью на полтора миллиона. Новый поворот в судебном процессе над организатором финансовой пирамиды. Самарский модерн во всей красе, исторический центр города, преображается к мировому футбольному первенству. Впервые в театральной истории сразу два областных театра стали номинантами российской национальной премии «Золотая маска». Сегодня троим самарским блогерам, задержанным по подозрению в вымогательстве, предъявлено обвинение. Дело Дмитрия Бегуна, Олега Иванца и Натальи Умяровой прокомментировал начальник областного управления МВД России Сергей Солодовников. По его словам, подозреваемых задержали с поличным по вымогательству одного миллиона рублей. Но требовали они более трех миллионов. И эта сумма будет фигурировать в окончательном обвинении. Деньги они планировали получить от Сергея Шатила за прекращение публикации компромата. 31 октября суд Октябрьского района Самары принял решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. То есть на время следствия. Действовала устойчивая, организованная группа, которая занималась таким образом вымогать денежных средств с фигурантов тех или иных дел и процессов, которые имелись в нашем обществе. Например, вы знаете, что заявительным явился бизнесмен Шатила, и в отношении него непосредственно готовились и имелись материалы различного характера, в том числе и компрометирующего всю деятельность. Думаю, что это не последний и не завершающий эпизод. Мне думается, что надо просто сделать выводы всем об этом. И еще раз повторял и говорил, неприкасаемых Самарской области не будет. Все за свои дела и поступки будут отвечать. Новый поворот в деле о мошенничестве на полтора миллиона рублей. У предполагаемого главы Самарской финансовой пирамиды Павла Юхименко неожиданно появились защитники. В суде они заявили, что пенсионеров, а именно они составляют большинство вкладчиков, никто не заставлял отдавать деньги. Обо всех рисках подсудимый якобы предупреждал их заранее. Из зала суда репортаж Марины Матвейшиной. Обаятельный интеллектуал и приятный во всех отношениях мужчина. Таким поначалу казался Павел Юхименко своим потенциальным жертвам. Мужчина, по версии обвинения, виртуозно втирался в доверие, и пенсионеры легко попадались на крючок. Мы уже ему лично в руки отдавали эти деньги. Вот 100 тысяч рублей я положила, дала ему 250 тысяч должна получить. Ну и, в общем, он оттягивал, оттягивал, пока мы не поняли. Некоторые до сих пор еще заявление написали, верят. По данным следствия, в 2012 году Павел Юхименко руководил самарским филиалом организации «Жил соц. Минимум». С ее помощью можно было якобы не только получить бесплатное жилье, но и разбогатеть. Юхименко в 2012 году, будучи председателем самарского филиала Межрегионального общественного фонда «Жилище санитарно-социального минимума», вводил в заблуждение потерпевших относительно наличия у него возможности размещения заемных денежных средств по следующим возвратам с процентной ставкой не менее 50%. Потерпевшими признаны 10 человек. Общая сумма ущерба – полтора миллиона рублей. Судебное следствие в самом разгаре. Известно, что у подсудимого были сообщники. Но кто они – пока загадка. В деле новый поворот. Помощницей Ехименко в его бывшем офисе выступает на стороне защиты. Женщины утверждают, о всех рисках пенсионеры были предупреждены. Везде в играх говорится о риске, о провале, о том, что эти средства нужно использовать, свободные средства. Поиграли, если что-то, вы взволнованы, лучше дальше не продолжать. В любой момент могло рухнуть все. Почему я лично не стала принимать участие в этой программе? Ну, полгорода, я знаю, участвовала в ММН. Честно сказать, если у меня не было денег участвовать в этом ММН, поэтому, когда люди вкладывают там 100 тысяч, 200 тысяч, или там 300 тысяч, в голову надо соображать, куда ты вкладываешь. В судебное следствие продолжается. Следующее заседание назначено на 9 ноября. Подсудимому грозит 10 лет лишения свободы. Марина Матвеевшина, Григорий Прешаков. События. Чемпионат мира по футболу 2018 года не за горами. До первого отборочного матча остается чуть больше 900 дней. О том, как меняется облик города в преддверии футбольного первенства планеты, телеканал «Самара ГИС» рассказывает о специальной рубрике «Самара в игре». На этот раз Сергей Кизоркин прогулялся по улицам исторической части города и увидел, как идет реставрация памятников архитектуры. Ленинский район. Южные ворота «Самары» – городоорганизатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Болельщики от вокзала обязательно поедут по гостевому маршруту. Его уже сегодня приводят в порядок общими силами. За счет бюджетов разных уровней, средств, собственников зданий, а также меценатов. В первую очередь отремонтируют фасады тех зданий, которые находятся на маршруте, по которому поедут гости чемпионата мира по футболу 2018 года. Облагородят и прилегающую территорию. Деревьям придадут художественные формы, вдоль дорог поставят ограждения. Фасад этого дома по улице Спортивной отреставрировали, восстановили Лепнину в 50-е годы. Здесь квартировалось руководство советской армии. В этом доме у нас проживали многие военачальники известные. В том числе проживал с семьей командующей Приволжско-Уральским военным округом. Маршал Охромеев в свое время. Ну и другие герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, других событий послевоенных уже. Дом имеет свою историю. До сих пор еще кое-кто жив. Каждое второе здание архитектурного, культурного или исторического наследия в Ленинском районе. Деньги на восстановление выделяются по разным программам. Муниципальная подготовка к проведению чемпионата мира по футболу, региональная, капитальный ремонт домов, федеральное благоустройство территорий муниципальных образований. Город преображается, неважно, к футбольному чемпионату. Мы же не сломаем все это после футбольного чемпионата, это все останется нам. А это самое главное. Городская власть ставит задачу не только привести в порядок фасады зданий гостевого маршрута. Преображаются дома и на других улицах. Избавляется город и от таких рудиментов, как ларьки и мини-магазины. Это понимание, что все-таки Самара – это столица, и столица должна выглядеть адекватно. И плюс, все-таки я считаю, что приход в город Олег Борисовича Фурсова, как главы города и как человека очень идейного, требовательного и инициативного, подстегнуло людей и частные лица, и органы власти к тому, что надо ускоренными темпами наводить порядок, развивать, вкладывать средства и инициировать создание такого сильного города. Реализацию этого значимого проекта в Самаре контролирует лично глава города. Ведь главное не только успеть отремонтировать все фасады в срок, но и чтобы результат радовал качеством. Об этом Олег Фурсов рассказал на телеканале «Самара ГИС» в программе «Наша Самара. Говорим и слушаем». Мы очень серьезно пересматриваем архитектурную концепцию Самары. Долгое время не уделялось достаточного внимания этой теме. Сейчас у нас появился замечательный главный архитектор, очень творческий человек, с хорошим опытом работы, с грамотным видением того, как должна выглядеть Самара. И мы пришли к тому, что у нас будет отдельное управление главного архитектора, чего не было порядка 20 лет. А городу такого масштаба, с такой историей, такое управление крайне необходимо. За счет средств собственников под инструмент реставраторов попадут Самарский губернский рынок, дворец железнодорожников, Самарская ГРЭС. Объекты культурного наследия. Всего к 2018 году в Ленинском районе реставрируют 87 подобных объектов и более полсотни жилых домов. Уже сегодня привели в порядок 9 фасадов, более 10 находятся в работе. В следующем году гостевой маршрут продолжит приводить в порядок. Порядка 30 домов ждет реставрация. А чтобы их не испортили вандалы, местные жители решили, что будут охранять здания от граффити и частных объявлений. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Успеть за 24 часа в Самаре введен новый порядок ликвидации аварий на объектах тепла или энергоснабжения. Теперь ресурсные организации и управляющие компании должны за сутки подключить здания к теплу или электричеству. Они за 36 часов, как было раньше. Иначе МЧС будет вводить режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим первый зам главы Самары Владимир Василенко поручил главам районов обеспечить законный доступ ко всем коммуникациям в подвалах зданий, не беспокоя при этом собственников помещений. Поторопиться нужно и самарским подрядным организациям. До первых заморозков они должны восстановить благоустройство, там, где были вынуждены вскрывать асфальт. Такую задачу перед ними поставили городские власти. Если рабочие не успевают все это сделать срок, то яму придется закапывать по временной схеме и вновь возвратиться к этому объекту уже весной. Подробности у Марины Матвейшиной. От ям не остается и следа. За неделю в Самаре полностью восстановили благоустройство на 120 аварийных и 10 плановых вскрытиях. Сейчас земляные работы еще продолжаются на 600 объектах. Львиные доли из них аварийные. И городская административно-техническая инспекция продолжает контролировать проведение работ. Что касается аварийных объектов, то их количество по-прежнему определяется интенсивностью работ, связанных с завершением мероприятий по подготовке сетей к топительному сезону. Наибольшее количество аварийных объектов на сегодняшний день – ОАО ПТС. Их на сегодня 349 вскрытий. В первую очередь необходимо ускорить работы на вскрытиях, что находятся на проезжей части, и затрудняют движение транспорта. Такое поручение дает своим подчиненным первый заместитель главы города Владимир Василенко. Также обращает их внимание и на вскрытия во дворах. Их нужно заделать до зимы. Особенно подчеркиваю, нам нужно сегодня эту ситуацию здесь выровнять по той причине, потому что много повреждений, в частности, на придомовой или дворовой территории. Вот эту картину, чтобы мы вошли нормально в зиму, здесь не было от граждан нареканий. Все земляные работы должны находиться под строгим контролем районных властей, особенно в сроке их выполнения. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Двигатель торговли может быть себе в убыток. За размещение на незаконном рекламном щите штраф. Общественная комиссия при Губернадской думе предлагает внести поправки, которые сделают незаконную рекламу бессмысленной. Почему? Выяснила Лариса Шлафаст. Миллионы рублей ежемесячно приносят своим владельцам незаконные рекламные щиты. Причем от этого немалого куша в областной бюджет не поступает ни копейки. Бизнесмены аренду за землю не платят и право на размещение рекламной конструкции не приобретают. Лавочку пора прикрыть, считают участники общественной комиссии при Губернадской думе. Часто найти владельца счета не получается. Их оформляют на фирмы-однодневки. Но вот тех, кто рекламу размещает, призвать к ответственности вполне можно. Необходимо рассматривать возможность об установлении в федеральном законе о рекламе. Требование, что размещение рекламы на рекламной конструкции, установленное эксплуатированным без соответствующего разрешения, не допускается. Если предлагаемые поправки вступят в силу, рекламодатель будет обязан сначала изучить, законная ли рекламная конструкция, а только потом размещать рекламу. За несоблюдение этого требования грозит административная ответственность. Это дисциплинирует, прежде всего, и рекламодателей. И самое главное, это выбит экономическую почву и целесообразность изготовления и размещения незаконных счетов. Плюс ко всему, мы сэкономим большие средства бюджета. Комиссия направит свои предложения в профильный комитет Губернской думы для рассмотрения. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других событиях дня. Спасение со счастливым концом. В Сызрани в открытый колодец провалилась косуля. Попавшее в плен животное издавало жалобные крики, которые и услышали прохожие. Они вызвали аварийно-спасательную службу. Операция по спасению заняла около 10 минут. Животное не пострадало. В Новокуйбышевске вахтовый автобус, который вез рабочих после смены, врезался в столб. Пятеро пассажиров с ушибами и травмами головы доставлены в больницу. Водитель от прохождения медицинского освидетельства не отказался. Проводится проверка. 4 ноября Самара вместе со всей страной отметят День народного единства. Праздник начнется в 11 утра возле памятника Григорию Засикину. А ближе к обеду состоится красочное авиашоу. Пилоты вертолетов ЦСКА ВВС выполнят фигуры высшего пилотажа. В авиапараде примет участие легендарный самолет ПО-2. На время праздника будут частично перекрыты Волжский проспект, улица Осипенко, Новосадовая и Молодогвардейская. Интеллектуальные сражения на историческом поле. Брейн-ринг собрал самых смышленных и быстрых разумом студентов. Обычно вопросы задают из самых разных областей знаний, но в преддверии Дня народного единства основное внимание истории России. Свои силы проверила и Валерия Макарова. Я зачитаю вам вопрос, нажму вот эту волшебную кнопку для того, чтобы система вот так вот противно запищала. Этот противный сигнал означает, что нужно давить на кнопку и давать правильную версию. Правила брейн-ринга просты. Четыре эрудита, две команды и одна красная кнопка. Быстрота ума и скорость реакции – залог успеха. Чтобы играть в брейн-ринг, я думаю, нужно быть разносторонним человеком и знать практически все сферы. Ну, как готовились между собой, вопросики спрашивали. Да и так просто, читали немного информации. Команда Самарского энергетического колледжа – опытные соперники. Энерго, ваш ответ. Пчелы. Пчелы, и этот 3-1 побеждает команда. Энерго, молодцы, хорошее начало. Формат брейн-ринга в Самаре любим уже не один десяток лет. Ко дню народного единства Общероссийский народный фронт организовал тематическую игру. Те вопросы, которые сегодня подготовили, специально к нашему сегодняшнему мероприятию, надеюсь, будут интересны для ребят. Здесь касается и национальности. Здесь есть вопросы, касающиеся народов России, каких-то историй народов России. Историю государства российского студенты знают, пожалуй, на пять с минусом, но теперь обещают знания подтянуть. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. И маэстро марш – ко дню народного единства. Фестиваль собрал юных музыкантов со всей Самарской области. Большой концерт прошел с бравым настроением. В том, что марш и музыка на все времена убедились наши корреспонденты. Маэстро заставляет публику затаить дыхание. Русский марш – бравый, гордый, победный. Одиннадцатый год подряд любители медных труб, исполнители и поклонников собирает фестиваль детского и юношеского творчества «Маэстро марш». Суть проекта – привлечь молодежь к патриотической музыке, сделать трубы и тромбоны вновь популярными. Я сам просто начал играть на трубе, потому что вот бежал с уроков со школы и увидел духовой оркестр. Вот это все мне понравилось. Блеснули вот эта вот медь, бельснула выправка. И захотелось вот, как говорится, до сих пор служу в военном духовом оркестре. Цель достижима утверждают организаторы. В этом году марши и песни о войне исполняли более 800 молодых людей из Самарского региона и Оренбурга. Кроме духовых были и клавишные, и народные инструменты. Фавориты фестиваля этого года – хоры. Тоже с маршами. Честовать лауреатов на сцене не стали. Оркестр был один, сводный. Юношеский коллектив с балкона подыграл муниципальному духовому оркестру. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Сегодня днем театральная Самара удивила своих поклонников. Сразу два областных театра стали номинантами российской национальной премии «Золотая маска». Спектакль Самарского театра оперы и балета «Пиковая дама» получил сразу пять престижных номинаций. Шестью номинациями удивил Новокубышевский театр студии «Грань». Эту новость актеры узнали в прямом эфире программы «Универсальные форматы» на телеканале «Самара ГИС», где рассказывали зрителям о 45-м юбилейном сезоне. Я очень рад, что спектакль оказался интересен не только для зрителей, которые не заинтересованы ни в чем приезжают в театр на спектакли, но и для экспертов, для профессиональной аудитории, которые приехали и оценили наш спектакль, уже, можно сказать, очень высоко и достойно. Это какое-то чудо. Какое-то такое, что Бог есть. Такие вот эмоции. Одиннадцатилетний мальчик, который, рискуя собственной жизнью, спас товарища, провалившегося под лед на реке. Сильная женщина, ставшая родной мамой для десяти приемных детей, двое полицейских, которые спасли жителей целого подъезда во время пожара. О них уже рассказывал наш телеканал. Это лишь некоторые из номинантов областной акции «Благородство». За 18 лет существования она стала поистине народной. В этом году Общественному Совету предстоит выбрать самых достойных среди 230 кандидатов. Девиз акции «И станет мир светлее» полностью оправдан. Номинанты – люди, которые совершили героические поступки или помогают другим. В этом году назовут лауреатов и новой номинацией для людей с ограниченными возможностями здоровья, вся жизнь которых – преодоление. Эта номинация «Преодоление» у нас будет, я надеюсь, имена имени Гакеля Сагирова. Это был удивительный человек, наш земляк, художник, поэт. Он сам у нас являлся лауреатом акции «Благородство». Он один из немногих, с кого нужно нынешней молодежи брать пример. Порядка 5000 человек примут участие в Параде памяти 7 ноября. Итоговый сценарий обсудили на заседании оргкомитета. Торжественным маршем по площади Куйбышева пройдут 85 расчетов. Это военные, полицейские, спасатели, представители предприятий и вузов, общественных, молодежных и патриотических организаций Самарской области. В качестве почетных гостей – представители городов Приволжского федерального округа и ветераны Великой Отечественной войны. Парад памяти в этом году будет посвящен героям Советского Союза и России. Около тысячи их фотографий пронесут по площади Куйбышева. Это колонны участников всеобщеобразовательных учреждений, сотрудников промышленных предприятий, вузов и других организаций Самары и Самарской области с фотографиями в руках, с фотографиями героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, героев РФ, соцтруда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Наш эфир продолжает новости спорта. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетболисты Самары сражаются за Кубок России. Хоккейная «Лада» одержала шестую победу подряд в континентальной хоккейной лиге. Хоккейсты ЦСК ВВС проиграли Тамбову. Высшая хоккейная лига в чемпионате страны ЦСК ВВС продолжает серию из одних поражений. На этот раз они дважды уступили Тамбову. Первый матч закончился в упорнейшей борьбе со счетом 2-1. Матч реванша не получилось. Военные летчики не забросили ни одной шайбы, пропустили четыре. Реабилитироваться перед самарскими болельщиками ЦСК ВВС сможет в пятницу и субботу на родном льду. А пока клуб в чемпионате страны занимает четвертое место. Регулярка континентальной хоккейной лиги «Лада» на выезде победила Мишек из хорватского Загреба. Игра у Волжан начала получаться уже на третьей минуте первого периода. Они первыми счет открыли, второй отрезок времени закончился 3-1 в пользу «Лады». Финальная сирена зафиксировала окончательный результат 4-1 в пользу автозаводцев. Не устоял перед ледовой дружиной и «Челябинский трактор» 4-2. После шести побед подряд «Лада» поднялась на одну строчку вверх в турнирной таблице и занимает предпоследнее 13-е место в Восточной конференции КХЛ. В первом матче 1-8 финала Кубка России по баскетболу «Самара» уступила «Химком» из Подмосковья. Это первое поражение клуба в этом сезоне. Счет встречи 64-75, хотя первую половину матча «Самара» выиграла с разницей в 15 очков. Ответный поединок за выход в четверть финала Кубковой серии пройдет в «Самаре» через две недели. Победитель определится по сумме набранных очков двух матчей, пока «Самара» проигрывает 11 баллов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»